Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Философское мнение, его ведущий я, Дмитрий Круглых. И сегодня поговорим про такое движение, которое было на территории Ирана, Азербайджана. Есть очень большие споры, кому оно вообще относилось, это движение и так далее. И здесь не забывайте, что я все-таки философ, а не историк. Поэтому все-таки постараюсь дать больше философский анализ, нежели исторический. Про попытки освобождения вот этих вот земель Ирана, Азербайджана от арабского нашествия. И, соответственно, про героя освободительного движения Бабека, который, кстати, в советское время очень получил большое распространение в годы Великой Отечественной войны. Но об этом немножко попозже. Итак, вообще, если мы говорим про движение хурамитов, оно происходит. То есть, здесь есть несколько версий. Арабская версия, конечно, мы ненавидим хурамитов. Это вообще развратники такие, алкоголики. Вообще алкоголь пьют постоянный. Ну и прочее, прочее. То есть, там, что вот им все можно, а нам ничего нельзя. Ну и, в общем, вот такие вот эти вещи, конечно, хурамиты в истории за собой зафиксировали. Но мы должны понимать, что это остается в арабских источниках. В иранских источниках, например, есть подтверждение о том, что хурам – это вообще происходит от слова «благодатный огонь». То есть, это еще одно, возможно, было ответвление зороастризма, огнепоклонничества и так далее. На самом деле, хурамиты, они как раз в этом плане были достаточно интересны, потому что, в принципе, они строили свою философию на основании именно зороастрийских таких идей, может быть, на основании мастыкиитских идей, отчасти, видимо, смешанные с христианством, либо это была такая, знаете, пыль в глаза для того, чтобы Византия их поддерживала. То есть, здесь тоже 100% сказать было нельзя, потому что там явно, что Византия это свою руку приложила. Вопрос только заключался в следующем. Да, насколько они сами в это верили. Но вот в то, что они по факту верили, они верили в первое – в справедливость, они верили в то, что материальное – это зло, вообще, и вот блага, которые есть, надо распределять между собой. Сама личность Бабека, да, родился он в 798 году, накануне, фактически, таких вот уже против арабских восстаний, потому что, да, арабский халифат очень активно разграбляет, вообще, грабит земли, отбирает имущество, ну и прочее, прочее, прочее. И Бабек родился, видимо, про его жизнь мы знаем очень мало, мы знаем то, что он родился в очень бедной семье, видимо, был пастухом. И отчасти, скорее всего, его, за его такое, да, в его детство и юношество, его очень помотало по территории Ирана, и современных Ирана, и Азербайджана, и, видимо, он очень хорошо знал достаточно дороги, то есть, во-первых, он знал социальную подоплеку того, что люди ощущают то, что они делают, и как и чем они живут, то есть, он такой, знаете, был полевым в этом плане социологом, то есть, он понимал, что вот вообще происходит, о чем люди думают, что они переживают. Также было очень явно такое влияние того, что он узнавал географию, то есть, он узнавал тропинки, местности, где хорошо располагать войска и так далее. Дальше потом это действительно так или иначе пригодится. В 808 году начинают происходить первые восстания, в 15-х годах 9 века происходит еще часть восстаний, то есть, восстания храмитов, они происходят, в принципе, по всем землям. И сначала арабы вообще не особо обращают на это внимание. Ну, мало ли, какие восстания, где есть, мало ли что. Надо сказать, что Бабек, видимо, то есть, он вступает в секту храмитов, он знакомится, мы не знаем когда, да, опять же, точных исторических дат там и так далее их нет. Ну, вот мы знаем, что к 1816 году, когда главу, предыдущую главу этой секты убивают, то есть, Джаведана, это глава секты храмитов его убивают, все начинается возглавлять Бабек. Возможно, опять же, мы не знаем, было ли это так или не было, но он себя объявляет пророком, то есть, он себя объявляет пророком. Может быть, даже доходило до чего-то большего, то, что он объявляет себя фактически самим Богом. Ну, кстати, арабы-то этого на самом деле боялись очень сильно. Они боялись и религиозного влияния сначала, поначалу им это было все относительно весело, до 830-х годов это все было достаточно весело, пока Бабек действительно не разгромляет вообще полностью арабскую арму. Да, изначально это были, знаете, мелкие такие вылазки, потому что максимум, что они себе могли позволить, это маленькие партизанские разбойничьи налеты на арабов, которые либо собирали дани, они на них нападали, ну, типа, знаете, Робин Гуд своего, вот такой вот азербайджанский Робин Гуд своего времени, но который при этом еще и провозгласил себя Богом. Да, и распределялось это вот между всеми членами секты, пытались сделать так, чтобы все было по-равному, то есть вот это вот была на самом деле основная концепция, и количество людей, которые вступали в эту секту, оно было достаточно большое. Более того, видимо, они верили в перерождение души, и тот же самый Джавидан, он, будучи смертельно раненым, он написал, ну, вроде как есть легенда о том, что он написал завещание, в котором сказал, что его дух, да, то есть он все передает Бабеку, и его дух, он присоединяется как раз тоже, то есть он становится частью Бабека, условно говоря, и будет поддерживать Бабека и дальше, то есть он фактически наделяет его такими полномочиями, более того, как мы видим, духовными. Опять же, здесь могло, может быть, сказаться значение гностиков, учения гностиков, о перевоплощении, о переселении душ, ну и прочее, прочее, прочее. То есть, возможно, такой исход также был возможен. Дальше, теперь, если мы говорим вообще о Бабеке, то он занимает крепость, которая называется Баз. Это была достаточно неприступная крепость, вроде бы, как туда паломники сейчас каждый год, ну, не знаю, опять же, в связи с коронавирусом, ну, вроде как, поговаривают о том, что вот туда вот приходят, тоже смотреть на руины этой крепости, туда подняться очень сложно. Арабам в свое время было туда вообще фактически невероятно сложно подниматься. И, конечно же, происходит такая ситуация, при которой сына Бабека его берут в заложники араба, и сын Бабека его просит сдаться, чтобы ему пощадить жизнь. На что он пишет, что лучше один день быть вождем, нежели 40 лет быть рабом. Примерно 40 лет составляет и жизнь Бабека, и, наверное, где-то, да, на протяжении 30-40 лет, вот примерно в этом диапазоне, происходит восстание, то есть 40 лет одни восстания, да, против арабов и против ислама. Здесь надо сказать еще, говорится вот такое вещь, что сами арабы-то с христианами, ну, как бы, по ним дело воевали, они завоевывали территорию, но не было такой войны, чтобы вот шли именно конкретно только против христиан. Они даже там есть исторические источники о том, что говорили, ну, как бы, если вы христианин, ну, вы как бы не мешаете нам завоевывать вашу землю, если вы просто стоите в стороночке, ну, и стоите в стороночке, мы вас как бы не тронем. Потом они это, правда, делали следующим образом, то есть христиан и зороастрийцев, которые остались, они облагали, ну, просто невероятно большой, большим налогом религиозными, вот, и из них собирали денежку, да, поэтому легче было приходить в ислам. Вот, когда мы говорим про Бабека, то, конечно же, Бабек на протяжении, фактически, 40 лет оставался предводителем, пока его крепость не начинают, скажем так, пока не происходит осада его крепости. И вот как раз в 837 году начинается окружение крепости Баз, где действительно Бабеку, да, те воины, да, просто фактически осаждают, люди начинают умирать от голода, либо их перебивают, да, потому что были вот эти вот катапультами, тоже активно использовали, вот, ну и прочие-прочие вещи. Собственно говоря, Бабеку приходится, видимо, он переодевается по купца, бежит из осажденной крепости, то есть, ну, потому что, видимо, другого выхода не было, потому что Бабек действительно был таким, скажем так, национальным героем, здесь будет вопрос, какой нации, да, потому что самая понятина нация возникает лишь в 19 веке, ну, вот, видимо, был, давайте вот какое-нибудь слово скажем, народным героем, вот это вот лучше, мне больше нравится, он был народным героем своего времени, и, конечно же, если бы ему удалось сбежать, то все было бы хорошо. Вот, он бежит вместе со своим братом, с женой, он перебегает через Армению, у своих знакомых, он пытается как раз укрыться, вот, но они его очень быстро достаточно и просто сдают за очень большие деньги, да, то есть арабы вообще не пожалели никаких денег для того, чтобы его добыть. Вот, ну и, соответственно, предатели получают определенные плюшки с этого всего, а Бабека, его казнят, его доставляют в столицу халифата, арабского халифата, и там его казнили, то есть там его казнили, поговаривают, что до самого последнего момента он держался достаточно стойко, вроде бы, как даже говорил о том, что он является божеством, но ему отрубают язык, выкалывают, видимо, глаза, там по разным версиям есть разные, дальше четвертуют, ну и выставляют всем на показ. Ну, в общем, вот такая, на самом деле, в этом плане действительно очень сложная жизнь у Бабека, но вот которая была сопряжена тоже с таким достаточно интересным философским течением, которое было связано со социальным неравенством и социальной несправедливостью. Когда мы вообще говорим о социальном неравенстве и социальной несправедливости, всегда найдутся герои, которые попробуют это так или иначе восстановить, исправить и так далее. Эти люди, они навсегда останутся героями. Дальше здесь будет вопрос, что в советское время образ Бабека очень активно используется, потому что, особенно в политическом таком плане, потому что надо было поднимать именно людей, скажем так, как был запрос на создание героического образа на территории Азербайджана. И вот, соответственно, образ Бабека, он актуализируется, особенно в годы Великой Отечественной войны, и вот дальше мы о нем, поэтому достаточно хорошо и много знаем. А вы не забывайте подписываться на этот YouTube, узнаете много нового, и до новых встреч, увидимся на нашем канале.